А теперь обо всем подробнее. 300 сильнейших специалистов со всей страны войдут в президентский молодежный кадровый резерв. Отбор будет проходить почти до середины декабря. Срок подачи документов продлится до конца этого месяца. Какие возможности и перспективы открываются перед участниками резерва? И почему североказахстанская молодежь не проявляет активности, чтобы в него попасть? Эти и другие вопросы обсудили на заседании областного акимата. Все подробности в сюжете Дарьи Пышмынцевой. Началось заседание с назначения. Экзаместитель Акима Казалжарского района теперь будет заботиться не о благосостоянии его жителей, а о природных ресурсах и заниматься регулированием природопользования. Марат Яскендиров стал руководителем этого управления. А вообще у молодых казахстанцев появилась возможность войти в пятилетний резерв специалистов, которые будут занимать куда более высокие должности. Со 300 мест поборются госслужащие с высшим образованием в возрасте до 35 лет и стажем работы не менее 5 лет. К участию в отборе не допускаются государственные служащие, назначенные президентом Республики Казахстан. Назначение из президентского молодежного резерва предусматривается на политические и высшеуправленческие административные должности, руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях. С учетом специфики деятельности указанные должности для резервистов сгруппированы по трем группам. Это отраслевая группа должностей, региональная и управленческая. Каждая из групп имеет свои направления деятельности. Отбор президентский молодежный кадровый резерв вплоть до собеседования проходит через специальный сайт pk-reserve.kz. Это сделано для удобства кандидатов, которым сложно приехать в столицу из удаленных уголков страны. Самое главное – успеть подать документы, а сделать это нужно до 30 сентября. С 12 октября начнется тестирование на выявление способностей кандидатов. Спустя 7 дней они пройдут еще одну дополнительную проверку знаний. По-настоящему показать свои способности участники отбора смогут в конце октября, написав эссе и презентовав свой проект. Таким образом, до собеседования с экспертной комиссией, которая будет проходить в конце ноября, дойдут лишь сильнейшие. На сегодняшний день у нас подано 34 заявки от нашей области. Три заявки подали. Это три района Махжана, Таиншинский и Шалаплина. Айртаусский, Ахжарский, Казужарский и Габита Мустрепова по две. У Алихановский, Мамлюцкий по одному. А Аккаинский, Есильский, Жамбульский, Тимирязевский – ноль. Руководителям района в кратчайшие сроки нужно обратить на это внимание. А талантливая молодежь не должна бояться пробовать свои силы, отметил глава региона. К слову, в числе самых невостребованных управлений у кандидатов в молодежный президентский кадровый резерв находится образование, культура и здравоохранение. Страха перед трудностями быть не должно, так как за молодежью будущее страны, подчеркнул Кумар Аксакалов. А те, кто не сможет пройти отбор, забывать нельзя. Прогрессивные люди всегда находятся в поле зрения. Вторым вопросом на заседание областного Акимата стала ветеринарно-санитарная обстановка региона. Сейчас в области проводится осенняя обработка скота. Специалисты проверяют его на различные заболевания, ставят вакцины. Например, на Бруцелес с начала года исследовали 327 тысяч голов КРС и на 35 тысяч больше мелкого рогатого скота. Положительный анализ показали 0,2% из них. Основная их часть, как ни странно, приходится на сельхозформирование. Гораздо реже на частные подворья. Проблема в том, что у нас в последние годы в связи с увеличением количества агроформирований и увеличением поголовья скота отсутствует культура ведения животноводства. Идет без ведома ветеринарно-специалистов перемещение скота. То есть агроформирование захотели приобрести скот, они завезли. При этом ветеринарный врач службы района не знает о планировом завозе. Таких фактов в этом году было выявлено около 300. И только 29 сельхозтоваропроизводителей привлекли к административной ответственности. Все перемещение скота мы должны четко отслеживать. Сразу, автоматически он должен получить привет от административного нарушения. Это опасные вещи. В разных местах нашей страны вспыхивают определенные проблемы. Вот недавно в Ахмолинской области, Сибирско-Язвово. Так? Да. Сколько людей пострадало? Это же здоровье. Это угроза жизни большого количества населения. Допустить подобное в нашей области непозволительно, отметил Кумар Аксакалов. А в случае появления очага инфекции нужно оперативно закрывать на карантин подворье или предприятие. Как выяснилось, последнее сделать значительно проще, чем отменить его. Порой с нескольких положенных дней процедура затягивается до месяца и больше. Насколько я знаю, сталкиваемся с проблемой очень долгого рассмотрения в юстиции, в Акимате, аппарате Акимата района. Увольняйте тех, кто сегодня создает такие специальные сложности людям. Все провели мероприятия, оздоровили скот, проверили. Все, значит, надо моментально сразу освобождать. Не все ветеринарные станции соответствуют нормам. Не хватает площадей. Где-то нет ремонта и необходимого оборудования. Из-за этого специалисты хранят дома серьезные препараты. А еще из-за нехватки средств в некоторых районах не могут построить скотомогильники. Проблемы есть и с дефицитом профессиональных кадров. И это несмотря на поддержку государства. Всем вопросам областному управлению ветеринарией вместе с Североказахстанской территориальной инспекцией нужно уделить особое внимание, отметил глава региона. Заниматься просто констатацией. Здесь нет скотомогильников, здесь нет мест забоя, здесь нет ветеринарных врачей и так далее. Это не работа управления. Что вы сделали для того, чтобы это все было с инспекцией? Совместно проводить политику. Понятно, что исполняет ее кто? Акиматы на местах. А управление должно контролировать, как Акиматы исполняют. И своевременно информировать, своевременно влиять на эти процессы. Дарья Пашминцева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК.